Ну что ж, друзья, мы сегодня идём по распродажам. Вот здесь, кстати, Барбари у нас продаётся. Дальше Монклер, там Гуччи, ну, Тиффани. Но мы туда не пойдём. Я хочу пойти в Косово H&M. Вернее, я посмотрю, если будет много чего интересного в каких-то магазинах. Ну, в общем, короче, посмотрим. Я делаю забег по всем магазинам вокруг, которые я люблю, и которых сейчас бушует распродажа, и посмотрим, что интересного мы с вами найдём. Косов распродажи нету. Вы представляете, всё кончилось. Есть только новая коллекция. Посмотрите, какая красивая-красивая юбка-баллон. По-моему, эта юбка, да, видите, она внизу уже. Очень красивые расцветки. И, по-моему, нету топов к ней. А то, что юбка, потому что, я смотрю, здесь висит рядышком. Вот просто рубашки какие-то. Вот такое платье. Я не помню, мне кажется, я его не мерила. 150 долларов. Представляете, кончилась распродажа, всё. Вот эти мне нравятся платья. Сверху трикотаж, внизу ткань. Но мне так жалко, что нет распродажа. Теперь нам придётся довольствоваться. И людей сразу нету, да? И людей сразу нету. Что это здесь такое интересное, трикотажное? Я прям расстроилась. Но я два захода на распродажу сделала. Так. Вот это костюм. Вот такая вот маечка. Маечка такая. И такая вот юбка полосатая, трикотажная. Красивая, кстати. Почему они? Сейчас мы что-нибудь померим с вами, раз такое дело. 150 долларов. Цены у них как-то понятные. Ну, такие уже стали. Не такие безумные. Или я просто к ним привыкла. Так, какие-то свитера. Это уже осень, наверное, да, наступила в косу. Вот там вот это платье красивое. Я хотела померить. Смотрите, интересно, какая вязаная жилет. Это уже начало осени, наверное. Вот, интересно, чёрное такое платье на бретельках. Вот это платье красивое. И сейчас есть такие юбки. Видите? Очень красивое. Я давно на него смотрю. И здесь ещё есть сейчас вот такие блузы из той же ткани. И юбки, видимо, из той же ткани. Короче. Короче, сейчас мы что-нибудь тут найдём. Платье монашки. Или монаха. Прямо платье монаха. Чёрное. Такое с поясом. Да, вот интересно, что полосатый сарафан. Вот здесь на манекене какое-то красивое синее платье. Может быть, я сейчас его найду и примерю. Посмотрите, какое красивое. Очень интересный низ. Подол. Только я его что-то не вижу. А вот вижу. Ладно, пойду примерять. Ну что, друзья, мы в кос примерочный снова. Я никак не могу отлипиться от кос. Я просто пришла сюда в надежде, что здесь ещё всё распродажа идёт. Но распродажа закончилась. Очень жаль. И... Ну, в общем, очень жаль. Очень быстро. Буквально. Помните, последний раз, когда я снимала, я вам так и сказала, что распродажа... Я хожу в кос, потому что распродажа в кос длится буквально... Ну, может, пару-две-три недели. Реально. Ну, может быть, месяц. Потому что во всех остальных магазинах распродаж длится долго. Я взяла тогда вещи уже не с распродажи. У меня аж три синих платья. Я не знаю, какая меня муха укусила. Юбка, топ, юбка. И, в общем, будем примерять. Я сегодня тоже в юбке... В юбке топ. В юбке и в топе. И в джакете. У нас прохолодало немножко. В общем, вот так вот. Украшения. Это у меня такой набор есть. Это не винтаж. Это я покупала у нас в магазине. Видите, это такая очень красивая вот такая вот цепь. Цепь с таким розовым стеклянным медальоном. Такие же сережки. И кольцо у меня в целом набор. Видите, вот такое. Вот. Ну и все. У нас прохладненькая, поэтому я даже пиджачки. Вот. А юбка тоже из старых моих запасов, в которые я теперь влезаю. Короче, все. Давайте примерять. Так, смотрите. Совершенно офигенная юбка. Может быть, этот топ не слишком подходит к ней. По цвету. Потому что юбка такая бежево-молочная. А топ чисто белый. Я его принесла на самом деле вот для этой юбки больше. Для белой юбки с цветами. Может быть, я померю его с... Эту юбку с моим топом. Потому что, в принципе, здесь не нужен похожий по цвету. Ну, по-любому. Значит, юбка потрясающая. Очень красивая. Посмотрите, она вся состоит из таких, как будто бы, платков. Причем здесь вот она сбоку, она короче. Не обращайте внимания, это меня комары покусали. Мы ездили на дачу в лес. И там нас кусали безбожнейшим образом комары. Поэтому я все в этих укусах и чесалась, расчесалась. Неприятно. Значит, в юбке есть подкладка. Нет, это не подкладка. Это... Ну, в общем, если это подкладка, то она сделана из той же ткани, что сама юбка. Я потом рассмотрю внимательно. Ну, вот так вот это выглядит. Посмотрите, какая красивая, какая шикарная юбка. Интересная, необычная. Вот вы знаете, что? Почему-то считается, что вкус, все вещи базовые, базовые. Ну, где же это базовое? Это вообще не базовое. Это даже такое совершенно, я бы сказала, в стиле каком-то... Не знаю, в стиле Гуччи таком, в Версаче. С этими с ремнями. С этими с цепями. Но даже я имею в виду не расцветка, а фасон юбки. Посмотрите, как интересно это все сделано. Очень прикольно. Просто очень интересно. Сейчас я померю с ментупом. Этот потом померю вот с этой юбкой. Сейчас, кстати, очень модно теннисная мода. Вот всякая теннисная тема. Именно вот тенниски. И вот эти коротенькие белые юбочки теннисные. Все это сейчас прям супер модно. А этот топ вот такой вот он. Видите, здесь его можно так надеть с напуском. Здесь резиночка. Но я вам еще его померю с другой юбкой и покажу. Вот, смотрите, я померила с моим топом. Тоже хорошо. У меня просто такой вязанный топ. Он такой немножко оранжевого цвета. Здесь есть чуть-чуть вот такой вот розовато-оранжевый цвет в этой юбке. Еле заметно. В принципе, сюда можно серый, черный. Даже вот такой цветной топ, в принципе, тоже хорошо. Видите, я вам просто хочу показать, как заправленный внутрь, как это выглядит. Это восьмой размер. Вот эта юбка у меня десятая. Может, без меня будет великовато. Ну, посмотрим. Это такая юбка-баллон. Очень красивая. Ну, я вам хочу сказать, что у нас до распродажи такие вещи не доживут. А до распродажи разлетается все просто в течение. Поэтому они даже и заканчивали рано. Красиво, правда? Юбка сделана из стопроцентного плеестра. Сто семьдесят долларов она стоит. И это был размер восьмой или европейский тридцать восьмой. Вот ее номер, если вы хотите ее поискать. Да, действительно, у нее сделана подкладка внизу из той же ткани, что и сама юбка. Посмотрите, видите, внизу. Это очень интересно и необычно. Я никогда такое не видела. Вот, видите, то же самое. То есть подкладка сделана из той же ткани. Это прикольно. Не пожалели, так сказать, ткани. Ну и вот она вся вот в таких вот каких-то интересных кусками сшита. Прямо вот как будто бы платки. Очень прикольно, очень интересно. Вы знаете, я обожаю такие платья. Это вообще размер смол. Оно немножко такое больше, ну как бы оверсайз. Я ожидала, что оно мне обтянет живот вот здесь, потому что здесь трикотаж. Но оно ничего не обтянуло. Если бы я взяла размер больше, оно было бы очень громоздко, объемное и делало бы не толстое. А так вот, видите, в самый раз. Я очень-очень люблю такие платья с заниженной талией, кстати. Ну, вернее, юбка не на талии, а ниже. Это вообще был, по-моему, виск последнего сезона. Оно просто сверху такой, как плотный трикотаж, как такая футболка. И юбка вот такая расклешенная. И очень длинное, кстати, платье. Оно темно-темно синее, видите. И я видела, по-моему, еще есть такие зеленовые, как сказать, салатовые, светло-салатовый такой цвет. Никогда не знаю, как он правильно называется. Вот с красивым украшением. Оно очень хорошо выглядит. Красиво сделано вот здесь вот лодочкой вырез. Смотрите. Плохой свет здесь, как всегда, издали плохо видно. Я хочу, чтобы вы увидели весь полностью силуэт. Это действительно очень красиво. И это не черное, а темно-силое. Платье очень хорошо сделано. Я сейчас посмотрю состав, цену. У меня оно очень нравится. Просто прелестно. Платье просто прелестно. Так, вот это топ стопроцентных хлопок. А низ платья сделан 45 хлопок и остальной полиамид. И оно интересно сделано. Вот видите, внизу так красиво прострочено. Широкая такая строчка. Короче, стоит она 150 долларов. Размер у меня был смол. Вот его номера, пожалуйста. И не очень дорогое это платье для коз. Оно действительно очень симпатично выглядит. Очень плотный, хороший хлопок. Такой, знаете, трикотажка. В плотке, но такой плотный, хороший. И низ вот этот вот такой приятный. Немножко блестящий. Немножко такой мятый. Такой, знаете. В общем, красивое платье. Хорошо, очень. Мне нравится. Очень хорошо сделано. 150 долларов. Опять же, до распродажа, конечно, она не довисит. Распродажа только что закончена. Посмотрите, какая красивая юбка сделана, как юбка-баллон. Она сужается к низу. У нее есть карманы. И она как бы сделана из двух частей. Значит, вот у нее верх. Видите, здесь прострочка прострочена. И внизу как бы вторая половина. И она как бы так впечатляет, что верх на подкладке, а низ без подкладки за счет этого. Верх двойной, а низ одинарный. За счет этого он как-то более прозрачный и более тонкий. И выглядит как будто бы немножко другого цвета. Я взяла размер десятый, но можно было бы и восьмерку. У нее сзади есть резинка. Я думаю, что я вполне могла бы ее надеть. Но и десятка тоже, в принципе, ненормальная. У нее есть карманы. Она потрясающе красивая. Я вот померила ее с этим тупом. Кстати, с моим оранжевым тупом тоже, наверное, будет хорошо. Он, кстати, по цвету подходит. Я сейчас померю. Мне не очень нравится этот туп. Я взяла его, потому что я хотела такую, знаете, маечку пола. Это сейчас очень модно. Но он, видите, какой-нибудь такой какой-то вот большой здесь широкий. От талии. Я его заправила. Его, в принципе, можно носить наверх. Я вам показывала уже с предыдущей юбкой. И он на такой внизу как бы такая вот резинка, которая сужается. За счет этого я поэтому именно взяла медиум. Потому что я думаю, что смол мне будет маленький. Вот тут вот. Вот именно вот здесь вот в нижней части, которая узенькая вот эта вот резиночка. Но, в принципе, нормально. Вот так его можно носить еще, да. Вот так вот надо здесь вот так вот с напуском приподнять. Так, вот так вот. Но, если честно, мне кажется, что с этой широкой юбкой я сейчас померю с моим тупом, который узенький сверху. И вы увидите, что с такой юбкой это намного красивее, чем вот этот вот широкий туп. Он очень такой широкий, хотя мило симпатичный. Такая вот, но я не знаю, с чем его носить. Может быть, с какой-то узкой юбкой или с чем-то. Ой, что-то я пальцы выставила. Смешно. Очень красивая юбка. Просто невероятно. Смотрите, как красиво. Вот здесь облегающий такой туп, который облегающий вверх, маленький. И вот эта вот красивая юбка. Широко расклешенная. Она просто... Даже по цвету, кстати, подходит мне мой туп. Удачно вписался. Опять я палец выставляю. Господи. Очень красивая. Надо было взять на один размер меньше. Если, может быть, не было. Я уже не помню, если честно. Она была бы меньше, немножко ткани. Может быть, было бы получше. Но в ней есть карманы. Она просто необыкновенно красивая. Просто необыкновенно красивая. Очень нравится. Прямо очень нравится. Давайте еще вот так вот я вам сниму, чтобы вы видели в полный рост, как это красиво выглядит. Я прям не хочу ее снимать, честно. Так, юбка 45% хлопок, 55% вискоза. И подкладка вся сделана из вискозы. Размер 10. Вот их номер. 170 долларов она стоит сейчас. Вот номер ее этой юбки. И видите, здесь сверху, сзади на талии резинка сделана. Сзади. А спереди пояс. Обычно сделаны карманчики. И это, естественно, очень интересно и классно придумано сделать в верхней части подкладку. Причем она пришита подкладкой. Она не просто болтается там под юбкой. Она вот именно пришита вот сюда, вот в этот шов. Вот здесь она зашита. И нижняя часть, вот эта вот от шва, сделана без подкладки. За счет этого она как будто более тонкая, более воздушная, чем верхняя часть, которая с подкладкой. Это классно. Это просто очень здорово. И вот внизу она так сужается книзу. Мне очень нравится эта юбка. Прямо серьезно. Очень красиво. Так, здесь 85% леоцел. Остальное, по-моему, полиамид. 120 долларов стоит этот топ. Медиум. Вот его номер. Ну, такой. Не знаю. Я не могу придумать. Вот видите, написано, что это тенцел, леоцел. Я что-то не особенно могу придумать, чем бы его носить, если честно. Просто взяла, потому что я знаю, что это сейчас тренд. Прямо тренд. Все теннисное. Тенниски, юбочки вот эти вот. Ну, в общем, короче. Ну, что-то я его не вписала как-то ни во что. Все примеряла со своими юбками. Со своим топом. Так, еще одно синее платье. Абсолютно прекрасное и бесподобное. Как всегда, немножко длинноватое. Но, в принципе, ничего. Нормально. Значит, оно очень простого фасона. Но оно сделано из красивейшей струящейся ткани. Я думаю, что это вискоза. Судя по цене, но не шок. Точно. Но оно, знаете, совершенно не мнется. Может и синтетика. Потому что я смотрю, что оно не мнется. Вискоза все-таки мнется. Я думаю. Вот простейший совершенно фасон. Легкий такой слегка рукавчик. Вот этот пояс, он вшит в бока. Вот здесь вот, видите. Мне немножко это не нравится. Потому что мне... Я его завязала... Вообще-то навешал, как он висел. И вот этот вот пояс был завязан сзади таким хлястиком. Но мне так не очень понравилось. Это не очень красиво. Для меня, во всяком случае, я его отвернула назад. И завязала спереди. В принципе, его можно и наоборот завязать, и как хочешь. Вот видите, немножко у меня живот торчит. Потому что это, по-моему, восьмерка. Десятого не было размера. И вот в профиль я вижу, что у меня чуть-чуть вот здесь вот. Потому что это такая ткань, она ведь струится и облегает. Вот так вот очень красиво. Сейчас я попробую этот пояс завязать по-другому. Платье шикарное просто. Посмотрите, какая ткань. Как это красиво все выглядит. При абсолютно простейшем, абсолютно базовом фасоне. Смотрите, я взяла, обыграла его так. Вот эти вот завязки, которые для меня немножко низко пришиты. Как бы не на талии, а чуть ниже. Я их перекрестила спереди. И подняла таким образом пояс наверх. Я не знаю, если вам видно. Видите, вот отсюда. Я вот так вот взяла, перекрестила и завязала бантиком сзади. Потому что, видите, мне низковато это. Ну, может быть... Да, мне не хватает немножко роста. Но, видите, с этим можно как-то справиться. В конце концов, это можно отпороть, отрезать и зашить. Но вот, допустим, можно завязать вот так. Или, как я первый раз завязала, назад и спереди бантиком. Или вот так вот. Крест-накрест надеть. И бант у вас получится сзади. В общем, платье, конечно... Платье колонных. Очень красивое. Очень прекрасное. Очень красивое платье. Мне нравится. Опять же, с красивым каким-нибудь украшением. Ну, и просто принцесса. Разрезов нет. Довольно узкое внизу. Ходить не очень удобно. Надо его поднимать. Сто процентный полиэстер. Я ошиблась. Думала, вискоза. Но я сказала вам, что вискоза бы мялась. А оно совершенно не мнется. Абсолютно. 190 долларов. Размер 8. Вот его номер. Сзади у него есть небольшой замочек. Вот до сих пор. И вот видите, вот так оно висит. Пояс завязан вот так вот сзади. Вот таким вот бантиком. То есть, они подразумевают, что в нем нужно ходить. Видимо, таким вот образом. Завязав его сзади. Но завязать можно как хотите. Очень интересное платье. Красиво своей тканью. А фасон совершенно обыкновенный. Вот видите, вот такой вот. И еще одно синее платье. Совершенно обалденное. Просто. Просто топ. Это мой топ. Значит, смотрите, как оно красиво сделано. У него вот здесь вот край обработанный. А вот здесь вот возле декольте. Необработанный край. Вот здесь вот оно под грудью отрезано. Здесь тоже необработанный край. И потом идет вот такая вот на косую крой. Значит, юбка. Она немножко расклешается. И там внизу еще один балан, который еще больше дает хлеш. Асимметричный низ. Беспродукно красиво. На платье. Но оно так скроено по косой, что вот мне нужен был десятый. И вот этот тоже мне лучше был десятый, потому что немножко живо торчало, но не был. А вот здесь был десятый. Оно у дорогих. Оно, по-моему, долларов 200 с чем-то стоит. Но оно потрясающе красивое. У него нет замка. Я так влезла в него без замка. Это просто, конечно, я нежно обожаю всякие асимметричные платья. Если даже оно выйдет на распродажу, то оно там будет какие-нибудь 50% в начале. И будет стоить там 100 с чем-то долларов. Тоже не дешево. Красиво. Очень красиво, очень шито, красиво сделано. Нет замка, нет. В общем, мои очень горячие рекомендации. Девочки в Европе. Я знаю, что косо намного дешевле. И вы можете его купить не за такие сумасшедшие деньги. Оно действительно очень красивое. У него есть подкладка. И сейчас посмотрите, вот там вот вкладка. Где она? Вот там, видно. Я сейчас посмотрю, с чего оно сделано. Оно просто потрясающе. Оно нравится. Вырез очень красивый. Немножко рисковат. Но для такого, оно больше такое вечернее, отпускное. Для этого вырез как раз то, что нужно. Очень красиво. Прямо. Все, еще раз вот так вот вам сниму. Просто потому, что не хочу из него выходить. Не хочу его снимать. Пока что покажу вам в полный рост, как оно выглядит. Прямо реально красиво. Платье все сделано из полиэстера. Ну вот такой сейчас кос. И стоит 220 долларов. Стоит недешево. Десятый был размер. Вот его номера. Смотрите. Значит, здесь тоже на плечах такие необработанные куски. Необработанные все вот здесь. Вот. Вот так вот так вот так вот так. И вот оно, видите, немножко такой сжатым. Такие же сжатые такой тканью. И низ вот такая вот юбка. Пышная. Ну, полиэстер, девочки. Что делать? Вот такие сейчас. Так сейчас шьют, да. Я не против полиэстера. Я спокойно совершенно могу носить полиэстер. У меня нет проблем с ними. Единственная проблема, что... Хотелось бы, чтобы тогда цена была не такая безумная. Раз полиэстер, правда. Причем и юб, и подкладка, и само платье сделано из полиэстера. Цвет красивый. Вот этот прям такой темно-синий. Вот этот тоже темно-синий. А этот такой чуть-чуть васильковый. Чуть-чуть такой с серинкой. Немножко серый такой. Голубой. Вот это красивое платье, конечно. Но цена такая, что... Как будто она из шелка. Из натурального. Так. Ну все, девочки. Такие у нас были примерки. Я надеялась на распродажу. Но пришли мы к шапочному разбору. Тем не менее. Мне понравилось все. Кроме вот этого белого топа. Мне кажется, как-то я не нашла, с чем его носить. Платье очень красивая юбка. Вот это бесподобное. Вот это тоже очень красивая юбка. Вот это вот. Ну необычные вещи. Красивые. Так что вот. Но цены, конечно, не распродажные. И мы будем ждать распродажи. Хотя я знаю, что самые красивые вещи у нас обычно-то и распродажи не доживают. Все. Всех любят. Целую своих блогитов. Из кос, из Канады. Всем пока. Бай-бай.